Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать как максимально просто приготовить два ужина на всю семью буквально из семи куриных ножек. Стоить это будет абсолютно недорого и это абсолютно огромное количество мяса, которое может порадовать вашу семью в течение двух дней. То есть на два дня вам с головой будет достаточно мясных продуктов. Я буду фаршировать куриные ножки и буду дополнительно еще из них кое-что делать. Дальше покажу что именно. Но для начала мне нужно будет снять шкурку с моих ножек. Она хорошенечко отходит отсюда, кое-где поддеваете вот так вот пальчиком, отдираете плеву. И подтягиваете, снимаете как носочек в обратную сторону вот так вот шкурку с нашего окорочочка. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Подтягиваете, чем дальше вы подтянете, тем лучше. И теперь нужно отрубить. У меня вот такой вот специальный топорик есть. Подрубываю ножку и подрезаю мяско. Максимально коротко. Убираем все частички, чтобы здесь не была острая ножка. И вот такой вот носочек пустой у меня получается. Все очень просто. И так проделаю со всеми семью ножками. Сюда мы будем фаршировать. Потом начинку можно выбрать любую. Их можно вообще нафаршировать, допустим, какой-нибудь там гречкой с грибами. Или рисом там с овощами. То есть как хотите. Я буду фаршировать частично мясом. Частично это мясо буду использовать для куриных, не знаю как правильно это называется. Биткини, битки. Шницель, не шницель. То есть буду делать такие мясные запеченные штуки. Но для этого мне нужно отделить мясо от косточки. Оно хорошо отделяется. Подрезаю вокруг. И обрезаю сам кусочек мяса. Получается вот такая вот голая косточка. Не забывайте, что здесь есть еще вот такая малюсенькая тоненькая косточка. Которую тоже нужно вместе с большой вырезать. Чтобы она у вас там не осталась. Получается вот такой вот сплошной у вас кусок мяса. Это мясо намного сочнее, чем филе. Если вы будете делать с него битки, оно намного вкуснее. Вот раз в пять точно вкуснее. Часть этого мяса я буду использовать для фаршировки. Я буквально 2,5 вот таких, 2,5 ножки порежу вот такими вот кубиками. Где-то до сантиметра, может меньше. То есть здесь уже режем на глаз. А остальные вот те, что я обрезала, я их посолю и поперчу. Вот у меня осталось еще 5 вот таких вот кусочков. 4 больших и один такой как бы поменьше. Присолила и поперчила. И отставила. И пока буду заниматься фаршировкой. Пока я отделяла ножки, я поджарила небольшое абсолютно количество грибов. Буквально там у меня было грамм 200-250 грибов. У меня были шампиньоны. Можно, конечно, использовать и какие-то грибы покруче, типа белых или каких-то лесных. Но тут уже смотрите по своему усмотрению. Делается все одновременно. И при этом очень просто. В общем, на всю неделю можно сообразить ужин. Также для фаршировки буду использовать сыр. У меня небольшой кусочек твердого сыра. Это голландский сыр. Где-то грамм 50, может, не больше. И буду использовать еще сулугуни. У меня это вот такая вот палочка, косичка, не косичка. Вот такая вот плетенка, в общем, из сулугуни. Тоже отрезая небольшой кусочек. Почему сулугуни? Потому что он при нагревании очень красиво тянется. Вот такими вот нитями, прямо как на пицце. Вот прям очень красиво. И при этом он дает свой такой нежный сливочный привкус. Немножечко солоноватый. В общем, очень круто. Я его очень люблю. Нарезаю весь сыр кубиками где-то чуть больше полусантиметра. Вот у меня поджаренные мои грибочки с луком. Я думаю, нет смысла показывать, как жарить грибы с луком. Жарите, поджаривайте немножечко лучок. Добавляйте кубиками грибы. Немножечко присолили. И все у вас готово. Поджарили. Также поджарила я немножечко без соли курицу, которую я резала кусочками. Немножечко еще присолю, потому что курица у меня была без соли. Но много не перебарщивайте, потому что и сулугуни присолены, и грибочки у нас. Также немножечко поперчили, или можно добавить специи по вкусу. И добавляю буквально 2 столовые ложки майонеза, либо жирной сметаны. Это нужно для сочности, чтобы наши ножки внутри прям были сочные. Грибы со сметанкой, либо с майонезом, с лучком. Это всегда беспроигрышный вариант. Перемешиваем. И будем наполнять наши куриные носочки. Хорошенечко туда втрамбовываем это все. Почему мы не резали так все мясо? Потому что в эти ножки не поместится все мясо из нашей курицы. Особенно если мы добавим еще что-либо. То ли сыр, то ли грибы у нас не поместится. А как раз у нас останется еще часть мяса, с которого мы приготовим с вами шницели. Наполняем наши ножки. И смотрите, получился с одной стороны вот такой заворотик, как бы шовчик. Я его полностью не наполняю. Можно наполнить и тогда ложить их как бы раскрытыми. А я их закрываю вот такими вот красивыми ножками. И укладываю форму для запекания. Теперь нужно сверху намазать чем-то таким очень вкусным, чтобы они у нас красиво поджарились. И были очень красивые сверху. Такие оранжевые. Вот чего-то мне вот такого хочется. Я добавляю сюда где-то с чайной ложкой меда, чтобы получился такой немножечко сладковатый привкус. Добавляю сюда с пол чайной ложки горчицы. И где-то с полторы столовые ложки майонеза. Почему майонез? Можно добавить и растительное масло. Но растительное масло у вас быстрее сбежит с наших ножек. И оно не даст такой корочки. А вот майонез не будет так быстро сбегать. И поэтому будет у нас все очень круто. Добавляю сюда немножко перчика, куркумы и карри. Это все для курицы прекрасно даст и цвет, и аромат. Посмотрите, какой красивый оранжевый цвет получается. Это все для яркости нашей курочки. Хорошенечко перемешиваем. И перемазываем нашу курочку. Полностью всю. И отправляем ее в духовку. Градусов на 200. Буквально минуток на 20. Чтобы просто она у нас сверху стала красивая, золотистая. А пока запекаются наши с вами фаршированные окорочочки, мы займемся шницелями. Делается все тоже проще простого. Я буду смешивать муку с паприкой. Это даст такую некую нотку интересную очень. Можно абсолютно этого не делать. Можно добавить карри к муке. То есть это не принципиально. Делайте так, как вам нравится. Можно просто панировать муке. Здесь у меня яйцо, которое я немножечко присаливаю. Подбиваю яйцо, чтобы оно стало немножечко мягче. И хорошо обволакивало наши с вами шницели. И буду сюда добавлять их. Их можно немножечко отбить в пленке. Тогда они станут с вами шире. Но когда они такие вот крупненькие, толстенькие, они получаются намного сочнее и вкуснее. Поэтому я их в принципе никогда не отбиваю. Но дело ваше. Вы можете в принципе немножечко отбить, чтобы они стали побольше у вас. Сама порция будет шире и больше. После того, как мы их обваляли в яйце, сразу обваливаю их в муке с паприкой и отправляю на сковородку. На средний огонь. Чтобы они у нас просто прихватились хорошей корочкой. Мы их дальше будем еще немножечко подпекать в духовке. Готовятся они быстро и получаются ну очень сочными. По сравнению с филе просто небо и земля. Филе получается всегда суховатое, а эти прям сочные и блестящие внутри. Поджариваем их с двух сторон. Здесь у меня замороженные были половинками помидоры. Вы знаете, я часто морожу помидоры именно вот для таких случаев. С ними потом очень удобно работать. Я их подставляю под проточную воду и с них хорошо отходит шкурочка. То есть не нужно никак ее по-другому снимать, кипятком обдавать или что-то в этом духе. И вы видели, я их потом полузамороженными сразу режу. Прямо со сковородки отправляю на коврик тефлоновый наши с вами шницели и добавляю сюда по чуть-чуть майонеза. Майонез нужен опять же для сочности. Можно использовать и жирную сметану, если вы не любите. Можно использовать горчицу, можно использовать какой-то томатный соус. Здесь уже ваша фантазия. Отправляем также сюда помидорчики. Помидорчики не очень тоненько. И сверху сыр сулугуни. Он красиво запечется и будет красиво тянуться. После того, как достаем наши с вами фаршированные ножки. Они у нас уже готовы за то время, пока мы занимались с вами вот этими шницелями. Отправляем их в духовку. Тоже минуток на 15-20, чтобы у нас сверху подпекся сырочек и стал очень красивый. И размягчились помидорки, которые дадут сок тоже нашему мясу. И вот вуаля, у нас готовы с вами и 7 ножек. И у нас готовы с вами 5 вот таких вот сочных толстеньких шницелей, что тоже невероятно вкусно. Сейчас мы их с вами разрежем и посмотрим, какие они у нас получились внутри. Получается все такое красивое, зажаристое сверху, ароматное. Просто прекрасно пахнет на весь дом. Разрезаю еще горячее немножечко шницели. Вы видите, сырок как тянется красиво. Обрываю, чтобы не мешало мне показать вам. Посмотрите, какой он блестящий внутри. Он просто сочный, очень сочный. По сравнению с филе вообще вот такая вот красота получается. И также разрежу еще, покажу вам эти ножки. Они тоже очень вкусные, очень нежные. Сырок тоже еще мягкий внутри, поэтому они так мягко режутся. Вот такая вот красота у нас получается. Их можно нафаршировать чем угодно, а все мясо использовать для шницелей. Выбирать вам. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. И пускай кухня никогда не будет для вас рутиной. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.